Доброе утро! Ну, на самом деле, если бы она сидела у нас сейчас в саду, то мы бы с вами не отличили ее от большинства остальных кустарников, потому что сейчас еще, конечно, все спят. Но магазины не древлют, и они привозят к нам кучу-кучу всего нового. И вот сегодня, конечно, я принесла такое спорное растение для наших условий, но тем не менее оно продается у нас в огромном количестве, и всегда его можно отыскать. И, конечно, оно поражает нас тем, что вот у меня вот там вот за спиной очень красивая на картине. То есть вот так это должно быть в пышном цвете? Где-то оно так и есть. И, конечно, когда люди начинают знакомиться с каким-то новым растением, вот я, допустим, буду сегодня там в течение 5-8 минут рассказывать, форзиция, форзиция, так все на слух себе намотают, но поставлю восклицательный знак в самом начале и скажу, что это растение, то, которое ненаверняка. Ну, вчера на занятиях мне очень понравилось, одна дама сказала, оно такое непредсказуемое. Вот это как раз то, что отражает суть вот этого растения, потому что сказать, что оно будет вот так вот, однозначно нельзя. Почему? Во-первых, это растение, которое оттудошнее. Оттудошнее, это, как правило, более теплолюбивое. То есть это не только среднее полосу, но и наехавшие. Ну, у нас этих интродуцентов, понаехавшие, так называют понаехавшие растения, у нас очень много, как и некоторые другие понаехавшие. Хорошее слово, вроде и не ругательное, но можно использовать. Очень прилично. Мы иногда называем интродуцентами что-нибудь другое понаехавшее, например. Так что вот такое вот, конечно, растение совсем не наше, не местное. И еще интересно вот что. Когда мы с вами открываем интернет, отсюда все, как правило, черпают информацию. Мы видим все желтое, яркое, и, конечно, нам хочется. Но там кроется много разных растений. Вы думаете, каждая форзиция такая же, как соседняя картинка форзиции? Они могут быть разных видов. Чем они отличаются, как вы думаете? Пышнотой? И плотностью цветения? Я не знаю, как это называется. Я уже запутался, не знаю, размерами, может быть. Смотрите, вот, допустим, есть ель. Все вы знаете ель? Да. Бывает ель сибирская, которая растет у нас. Да. Бывает ель европейская, которая растет в средней полосе. А есть более интродуценты, которые там, там, там. Голубая? Где-нибудь. Голубая или колючая тоже у нас хорошо растет. Но это разные виды ели. Так вот, чем они могут отличаться? Во-первых, из-за того, что у них там разные размеры хвоинок и самого растения, они отличаются зимостойкостью. Слово зимостойкость для нас с вами главное. Ключевое. Ключевое. То есть некоторые не такие зимы. Некоторые не такие. Давайте достанем, будем ее доставать сегодня. Мы сегодня будем ее доставать. И вот вам нравится то, что торчит оттуда? Да, симпатичнее. Слово зимостойкостью подает признаки жизни. Можно подарить на 8 марта свои дамы, правда? Тоже да. Но на самом деле то, что торчит, вполне неплохо. Потому что иногда может торчать что-нибудь беленькое, тоненькое, заэтиолированное. Когда оно жаждало света, а ему света не было. Так вот, если оно торчит зелененькое, это, в общем-то, хорошо. Мой ребенок пытался найти вчера в магазине цветущий куст. Ну вот считайте, что вот это вот цветущий. На самом деле, цветочек есть, он немножечко пригрустил, но ничего страшного. Но на самом деле, в качестве саженца вот такое растение вполне нормальное. Другое дело, когда мы этот саженец в магазине раздобыли. Сейчас у нас с вами, ну уже можно сказать, что весна. Весна. Но до того момента, как это растение поедет в сад, пройдет еще, ну, наверное, пару месяцев. И, конечно же, основная проблема у садоводов, которые покупают все это дело, как быть? Куда его девать, да? Как не угробить его до высадки, вот, да? Что случается довольно часто. Постоянно. Ну, я считаю, что в этом плане, конечно, те товарищи, которые занимаются продажей, они всех нас переплюнули, нас, ботаников, потому что мы слабые люди. И мы, конечно, хотим чего-нибудь себе такого весной прикупить. Но, конечно же, лучше бы дождаться попозже. Но другое дело, что попозже не будет, потому что у них там уже будет что? Лето. У них уже будут это крупные растения, и в качестве саженца вот такого оно просто до нас не доедет. Вот, поэтому обязательно, когда вы покупаете, если уж сильно охота попробовать, попробовать, конечно, можно. На что обращать внимание? Во-первых, чтобы вот это вот все было, ох, бодрячком и торчком. Это значит, что у растения все хорошо в корнях, оно не сухое, у него высокий тургор это называется. То есть внутри давления все с ним хорошо. Обязательно нужно... Ну, словарный запас, я так в отро, что не помещаю. Ну, вы держитесь как-то будет кушать. Под речком и торчком. Скоро лето, скоро лето, кроме топинамбура мы выучим еще что-нибудь, не переживайте. Так вот, если его вот так потрогать, потрогайте его. Ну, похоже на пирожное картошка, да? Ой, на что оно только не похоже. Если что, я, кстати, сейчас умею определять форзиции, вы звоните, могу сходить с вами в магазин. Пора делать вас консультантом на самом деле. Так вот, оно мягонькое, это значит, что оно более-менее влажное. Тут, как правило, торф или опилочки, в общем, чего-то вот такое. Конечно, нужно вот это обязательно поддерживать во влажном состоянии. Пути у вас два. Либо убирать в холодильник или в подвал до весны и проверять регулярно то, какой оно тут все, с какой степени сухости. Либо посадить его в контейнер. Лучше бы, конечно, если у вас, всегда говорю и завиду, прохладная лоджия или что-нибудь другое освещенное. На самом деле, можно поставить и в комнату. Дома может расти, да, вот просто и оставить дома все время. Ну, если 28 градусов, то, конечно, вся его бурная жизнь пройдет у вас на подоконнике. Когда вы его высадите, вполне вероятно, что он так будет побаливать, потому что, конечно, условия отличаются. А никогда не высаживать, вот просто, чтобы он всегда рос дома? Всегда не получится. Дома получится на зиму. Вот если вы, допустим, владеете подвалом симпатичным, то вот такое растение, как вот эта форзиция средняя, а для нас, я не сказала, самый зимостойкий вид форзиции, это форзиция яйцевидная или форзиция овальная. Поэтому обязательно на упаковочке, смотрите, иногда просто пишут форзиция, а какая она там? Ну, уточняйте, что за форзиция вам хотят продать. Конечно, обязательно, потому что, например, может быть ель, которая у нас растет, а может быть в Северной Америке вот с такими вот шишками огромными. Поэтому выбирайте качественный саженец, чтобы он был плотный, с хорошей зеленью, не вытянутый, чтобы был мокренький ком, ну а дальше уже решайте, надо вам оно или нет. Столько заботы, да? Надо, я думаю, надо. Такая красота, можно живой забор себе попытаться вырастить из такого кустарника. А теперь, Василий, разделите все, что на зеленом заборе, ровно где-нибудь на 10, на 15, вы получите ту естественную желтость, которая получится у нас. И только в конце апреля, когда еще добрая половина нас не ездит. Короче, проще Иван-чай высадить, он вроде тоже желтый. Проще топинамбур, это наше все. Топинамбур, действительно, вот на что стоит. Форзиция, об этом растении мы говорили. Анна Рассинина, ландшафтный дизайнер, кандидат сельскохозяйственных наук и эксперт программы «Новое утро» была в нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok